МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Новосибирская неделя. Крупным планом о самых заметных событиях в городе. В студии Павел Афанасьев. И смотрите сегодня в нашем выпуске. Один пассажир погиб, 10 госпитализировано. Планы большие, планы. Вот и гоняемся за планом. И что по себе осталось, как говорится. После аварии с участием маршрутки власти пытаются остановить смертельные гонки за прибылью. Аптечные наркотики. Родители у меня пансионеры. И я думаю, что да, они напуганы. Постоянно бегать, в очереди ждать. Это, я думаю, никого не устроит. Запрет свободной продажи лекарств, содержащих КДИН, привел к очередям и панике. Есть ли замена привычным препаратам? Всероссийское списывание. Если ребенок списывает, уже по поведению видно, что он что-то не то делает. Мне кажется, никто рисковать не будет. Шпаргалки больше не в моде. Изобретательные школьники вооружаются устройствами из шпионского арсенала. Перевернувшаяся в Пашино маршрутное такси еще раз доказала, что перевозчикам нет дела до безопасности пассажиров. Главного подозреваемого по возбужденному уголовному делу водителя «Газели», как выяснилось, только в этом году задерживали за различные нарушения пять раз. А причиной аварии, вероятнее всего, стала бешеная скорость, с которой он ехал почти 100 км в час. За такие гонки, за прибылью власти и автоинспекторы грозят лишением лицензии. Уже начали тотальную проверку. Репортаж Анны Кондратенко. Не будем о вас уговаривать. Мы просто будем делать так, чтобы ваш бизнес сворачивался. Это однозначно. Это позиция многих руководителей. Если профилактические беседы на перевозчиков уже не действуют, необходимо принимать жесткие меры. В этом уверены городские власти и службы ГИБДД. Поводом для столь серьезных шагов стала авария в Пашино. На скорости почти 100 км в час маршрутка 1073 пошла на обгон, вылетела навстречу, а потом оказалась в кювете. Из 11 пассажиров, которые находились внутри, одна девушка погибла, остальные в больницах. До этого он работал у других перевозчиков на данном же маршруте, на этом маршруте. Он отработал уже 7 лет. Я, Александр Владимирович, вам обещаю, что ваша организация не будет на маршруте больше работать. Вот и все. Как с Сибирь-экспрессом вместе. Пойдете заниматься в народном хозяйстве другими делами. У нас есть где-то чем позаниматься в городе. Провинившегося перевозчика на данном маршруте в Пашино больше не будет. А вот что ждет водителя, неизвестно. Сейчас он находится в больнице. Обстоятельства аварии выясняет прокуратура. Проверки начались и в других транспортных компаниях. Это жесткая команда проводить негласный контроль с участием всех сотрудников госинспекции города Новосибирска. Огромный поток маршруток проходит через крупнейший транспортный узел Новосибирска – речной вокзал. Многометровые очереди в час пик и водители в надежде заработать. Здесь и переполненные маршрутки, и приставные сиденья. Допустим, новые сейчас маршрутные такси оборудованы поручнями, там можно стоя ехать. А вот которые старые, то есть также добиваются. То заставляют присесть перед видом гаишников, то еще что-то. Чаще всего причинами аварии становятся нарушения водителями скоростного режима, гонки на дороге и игнорирование требований разметки. Впрочем, стиль и манера вождения маршрутчиков известно каждому, кто хоть раз оказывался на пассажирском сидении. Пассажиры на водителей жалуются и боятся за свою жизнь, но перевозчики свою погоню за рублем объясняют единственной причиной. В самое ближайшее время региональные власти и службы ГИБДД намерены детально проанализировать систему оплаты труда на общественном транспорте. Областном правительстве не исключают, что перевозчикам придется что-то менять. В свою очередь, областные депутаты видят решение проблемы в выделении бюджета на поддержку транспортной отрасли в регионе. Нам необходимо принимать целевую программу именно по поддержке пассажирского транспорта. Это комплекс, это и подготовка водителей, это социальная сфера и так далее. Я думаю, что будет принята эта программа. Мы настаиваем, настаиваем на уровне законодателей. Кроме того, уже в ближайшее время решено пересмотреть условия работы с перевозчиками. Так с нарушителями будут расторгать договоры, лишать их лицензии и ужесточать требования по допуску конкурсам на маршруты. Так, например, у перевозчика должен быть свой транспортный парк. Автоинспекторы напоминают, что основная доля ответственности за жизнь пассажиров лежит, конечно, на водителях. Но я никогда не пойму, когда звонят люди прямо из автобуса в дежурную часть и говорят, как в эту субботу, 26-го числа. Мы едем в автобусе, номер такой-то, маршрут такой-то, едем там-то. Водитель едет и пьет пиво на ходу. Вам смешно, мне нет, уважаемый, мне нет. Отправляем экипаж, останавливаем. Да, реально, продул 0,7, оформили. Я не понимаю. Может, вам смешно, но нам, вот здесь сидящим, не смешно вытаскивать трупы. Тем временем новосибирские автоэксперты обратились с письмом к президенту. Они предлагают кардинально изменить систему подготовки водителей. Анна Кондратенко, Олег Королевец, Алексей Андробаев. Новосибирская неделя. Привычные обезболивающие и жаропонижающие средства больше не продают без рецепта врача. Под запрет попали препараты, содержащие КДИ. Из него наркоманы делают действительно страшный наркотик – дезаморфин. За несколько недель употребления человек сгнивает заживо. Ограничения вызвали очереди в аптеках. Ажиотаж усиливается еще и потому, что немногие знают о заменителях теперь уже запретных лекарств. Елена Отмахова подробнее. На прошлой неделе наркополицейские взяли штурмом очередной дезаморфиновый притон. Его содержала мать трех детей. На одной плите она варила и кашу, и зелье. От клиентов не было отбоя. Наркотик для бедных становится все популярнее. Героин стоит тысячу рублей, а здесь 120 рублей. И за 120 рублей ты примерно в таком же состоянии, как за тысячу. Иногда даже лучше. Если сравнивать, то иногда даже лучше получается. И, конечно, люди переходят. Наркоманка со стажем Наталья употребляла дезаморфин две недели. Испугалась, когда кожа начала шелушиться. Как показывает практика, как пишут в литературе, лица, которые имели проблемы или становятся дезаморфинными наркоманами, с оживением сроков жизни продолжительных – год, два, три. В лучшем случае и в худшем случае они теряют большие физические потери. В частности, есть нарушение питания органов, периферийских органов, ампутации рук конечностей. Наркотическое опьянение дает КДИН. Его наркоманы выделяют из стандартов кофетина, салпадеина и пенталгина. Количество употребляемого препарата идет на стандарты. То есть покупаются целыми упаковками. И либо используется для приготовления дезаморфина, либо употребляется просто в виде таблеток. То есть, ну, самый минимум в день это один стандарт. Ограничение свободного оборота КДН содержащих препаратов, уверены полицейские чиновники, избавит общество от дезаморфиновой проблемы. Данное постановление поддержало 74 регионы страны. Значит, ранее в 20 регионах был введен отпуск уже постановлением местных органов власти с рецептами. В итоге, значит, там сократилось как общее количество наркозависимых, так и конкретное преступление, связанное с незаконным оборотом дезаморфина. А в аптеках на неделе царила паника. А те, кто пришел за привычным обезболивающим или противокашливым препаратом, отстаивали в очередях и уходили в лучшем случае с двумя стандартами лекарств. Больше в одни руки не отпускали. Родители у меня пенсионеры, и я думаю, что да, они напуганы, как бы постоянно бегать, в очереди ждать. Это, я думаю, никого не устроит. Ну, я считаю, что другими методами надо бороться все-таки с наркоманием. Как-то более внимательно, наверное, смотреть на посетителей аптек. Видно же все равно по человеку, мне кажется, можно обсудить. Ну и вообще, что-то нужно думать на эту тему Минздраву, по-моему, какие-то другие методы. Не рады нововведению и в поликлиниках. К терапевтам теперь огромные очереди. Целый день они выписывают обычные препараты. Мы постараемся, чтобы люди как можно меньше стояли в очередях. На самом деле, сейчас, с одной стороны, летний период, а больших очередей нет. С другой стороны, можно заранее записаться на прием к врачу через телефон единой регистратуры. Вот у меня 12-36 сейчас в очередь, так? Ну, а еще на 12, Наташа. Сколько времени уйдет на все это дело? Неизвестно, какие больные были. Между тем, в аптеках провизоры нашли выход из ситуации. Как недовольных клиентов не потерять и продажи увеличить. За рецептом ходить не советуют. Достаточно изучить ассортимент. Фармацевтические компании давно подготовились к таким нововведениям. Уже почти год они выпускают известный препарат из пометки «без кодеина». Заменяющее вещество теперь дротоверин. Впрочем, в действительность препаратов нового поколения верят не все. Обезболивающий эффект давал как раз кодеин. А наркодилеры наверняка найдут новый способ выделять зелий и свободно продающихся лекарств. Не исключено, что последствия этих инъекций будут страшнее употребления изоморфина. Елена Тумахова, Артем Тумарь, Олег Кролевец и Олег Макаров. Новосибирская неделя. Новые, более жесткие правила сдачи ЕГЭ осложнили жизнь как выпускникам, так и тем, кто наживается на их незнания или страхи перед экзаменом. Теперь перед входом в аудиторию сдают даже мобильные телефоны. Но самые изворотливые обходят и это ограничение. В ход идут и социальные сети, и калькуляторы с функцией программирования, и даже микронаушники. Можно ли списать, проверял Алексей Фазлеев. При слове «экзамен» сразу вспоминается старая советская комедия «Операция И» и другие приключения Шурика. С тех времен ухищрения учащихся практически не изменились. Правда, современным школьникам и студентам совсем не обязательно притворяться, что у них болит ухо, а каждый экзамен для них настоящий праздник. Провода теперь не нужны, а мобильный телефон – настоящая энциклопедия в кармане. Вот только на едином госэкзамене средствами связи пользоваться нельзя. Знайте телефоны, пожалуйста. В пакет на ближайшие три часа отправляются коммуникаторы и смартфоны, а кто-то, несмотря на запреты, все же проносит аппарат на экзамен. Есть такие, да. У нас даже в классе есть. Мало. Я думаю, они так перестраховываются больше. На обязательном экзамене по русскому языку действительно лучше не рисковать. Без этого ЕГЭ аттестат не дадут. А вот на итоговых испытаниях по выбору 6-11-классников все же использовали мобильные телефоны. Для педагогов 47-й школы стало полной неожиданностью, что их выпускник строчил СМС-сообщение из-под парты. Надо сказать, что мальчик-то очень хороший на самом деле. Очень хорошо учился все эти годы. И даже претендовал на серебряную медаль, но немножко ему не хватило, наверное, в сечестве. И вот, видимо, такая вот мера ответственности, такое вот социальное напряжение в плане того, что должен показать результат. Решил повысить. Накануне экзаменов их тысячи. В социальных сетях школьникам и студентам предлагают чудо техники – микронаушник. В офисе продаж, куда попасть можно только по предварительной записи, объясняют, как работает техника. А сколько зарядки? У нас заряженного комплекта хватает 4 часа. 4 часа работы. 4 часа – это гарантирую. Аренда наушника стоит несколько сотен рублей. При этом тратить ночь на подготовку к экзамену не нужно. Здесь в ухо ставил, все удобно. И слышимость очень даже хорошая. Анастасия однажды помогала своей подруге сдать экзамен с помощью микронаушника. Сеанс связи длился, ну, наверное, где-то час. Потому что у нас были ответы большие, это были такие серьезные экзамены. Ответы большие и материала много. Диктовать очень удобно, потому что читаешь потихоньку, человек успевает записать. Студенты такой техникой пользуются активно. На ЕГЭ микронаушники пока не замечены. Да никто и не искал их. Ведь организаторы и наблюдатели о такой шпионской технике даже не слышали. Шокирует шпионские общества. Ну, мне кажется, все настолько предупреждены. И вообще, это государственная итоговая тестация. То есть, если они сегодня не сдадут экзамены, на следующий год. Русские всегда были изобретательными. Сделать, я даже не знаю, что можно. Надеемся на честность. Обыскивать это, ну, это совершенно недопустимо. Олеся Вальгер приравнивает такие хитрости к преступлению. Ведь выпускники с техникой получают баллы выше тех, кто сдал экзамен своим умом. А значит, могут занять бюджетное место незаконно. Даже это мелкое, казалось бы, не столь ненаказуемое уголовное жирничество, в итоге, получается, приводит к опосредованному воровству. Воровству денег из бюджета и воровству места у какого-то другого студента. Разоблачить списывающих могли бы камеры видеонаблюдения, использованные на выборах. По крайней мере, именно на ЕГЭ их планировали применять, но не стали. Безусловно, надо включать какие-то новые технологии с тем, чтобы дети в равных условиях сдавали экзамены. Речь-то идет не о том, что там спишет, ребенок не спишет, воспользуется, не воспользуется. Речь идет о том, что он должен показать свои собственные знания. Некоторые педагоги предлагают использовать генераторы шумов, так называемые глушилки. Но решение о их применении должно исходить из Министерства образования. Алексей Фазлеев, Алексей Андробаев, Олег Крылевец. Новосибирская неделя. Федеральный закон о выборах губернаторов вступит в силу 1 июня. Ему должны соответствовать и региональные законодательные акты. В разработке модельного документа принимал участие председатель избиркома Новосибирской области Юрий Петухов. С ним говорим сегодня о новшествах избирательной системы. Юрий Федорович, добрый день. Во исполнении федерального закона, я так понимаю, должен быть принят закон региональный. Подготовлен ли он и какие новые правила в нем прописаны? Добрый день. Законодатели региональные должны будут не позднее 1 июля принять соответствующие нормативные акты. Речь идет о внесении изменений в устав Новосибирской области и принять закон о выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Особенностью этого федерального закона, и, соответственно, это должно найти свое отражение в региональном законодательстве, у нас появляется обязательная поддержка кандидатов на должности высшего должностного лица субъекта среди депутатского корпуса и глав муниципальных образований, муниципальный уровень власти. Надо сказать, что мы не пионеры. Вот в такой модели наш федеральный законодатель использовал французскую модель при выборах президента Французской Республики. Как вы считаете, вот такая поддержка кандидата от депутатов глав муниципальных образований не слишком ли мелкая сита? Думаю, что это приемлемая такой праймерис, который должны пройти кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта, если они претендуют управлять таким огромным субъектом, как Новосибирская область. На мой взгляд, это нормально и приемлемо. Как вы вообще оцениваете возвращение губернаторских выборов? Это популистское решение или все-таки это либерализация курса Кремля? На мой взгляд, это ответ государства на общественный запрос, общественное ожидание. Безусловно, надо говорить о том, что это либерализация законодательства. Если по ранее действующему закону нам необходимо было не менее 40 тысяч членов политической партии, то теперь это 500. Но гораздо позже. Это первое. Второе. Все политические партии, и не только парламентские, освобождены теперь от сбора подписей, если они выдвигают своих кандидатов. На все уровни выборов, кроме президента. В законодательстве о выборах президента обязательная планка не менее 2 миллионов подписей в поддержку кандидата президента снизилась для самовыдвиженцев до 300 тысяч, для кандидатов от политических партий это 100 тысяч. Плюс вот это изменение в законодательстве в части избрания высших должностных лиц субъектов. И мы ожидаем в ближайшее время серьезного изменения в избирательном законодательстве в части обеспечения избирательной инфраструктуры. Мы ожидаем, что будет введен единый день голосования в году, а не так, как на сегодня два. Будет изменены порядок формирования участковых избирательных комиссий. Предполагается, что они будут формироваться на 5 лет на постоянной основе. Предполагается изменение в сам избирательный процесс. Поэтому мы являемся свидетелями серьезной корректировки законодательства. На мой взгляд, все это способствует прежде всего повышению политической конкуренции на всех уровнях власти и более активного вовлечения наших граждан в такую важную сферу, как управление делами государства. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. И последнее. Крестным ходом, парадом грамотности и открытием памятника Петру и Февронии отметили в Новосибирске дни славянской письменности и культуры. Марина Аверина увидела, как церковный праздник становится более светским и даже государственным. После божественной литургии верующие крестным ходом чествуют святых равноапостольных Кирилл и Мефодия, основатели славянской письменности. Авторов сразу двух азбук – глаголицы и кириллицы. Сам праздник Дни славянской письменности и культуры – он вообще объединительный праздник для всего русского народа. И мы считаем нашим святым долгом в этом принимать участие. Этот крестный ход стал самым массовым в Новосибирске, объединив около 20 тысяч человек. На время крестного хода в центре Новосибирска было остановлено движение транспорта. Люди с пониманием отнеслись к вынужденной остановке и снимали участников процессии на мобильные телефоны. День памяти Кирилла и Мефодия стал праздником объединяющих всех славян. Раньше культурный и церковный, ныне он обрел статус государственного. А за несколько дней до этого девушки-модели и студентки-филологи вышли на улицу и агитировали за грамотность. Кто придет нам на парад, поумнеет во сто крат. На рукописных постерах самые популярные правила – как ставить ударение, как чередовать гласные в корни и склонять существительные. Организаторы парада грамотности обещают сделать подобные марши ежегодными. Мы, как филологи, считаем, что наш русский язык, он такой прекрасный, что пропагандировать грамотность должны прекрасные, красивые люди. А те, кто говорит грамотно, уже сами по себе прекрасны. В честь праздника в Новосибирске презентовали уникальный комплекс на колесах. Небольшой фургон объединил в себе библиотеку, интернет-клуб, кинотеатр и даже базу для проведения концертов. Но основное предназначение библиомобиля – это доставка книг жителям области. В комплекте данного автомобиля может быть доставлено до тысячи книг и до двухсот, может быть, чуть-чуть больше сидеромов-дивидеромов. При этом фонд будет производить, производится ротация фонда, соответственно, в зависимости от потребностей. При формировании фонда особое внимание будут уделять детям, чтобы те с малых лет впитывали знания об истоках российской культуры и не забывали – отредактированный веками набор из 33 букв «Бесценный дар». Марина Аверин, Алексей Андробаев, Новосибирская неделя. И это были самые заметные события прошедшей недели. Материалы нашей программы также на сайте новосибирских новостей, НСК Ньюз, Инфо. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова